Всем привет, друзья! Рад видеть вас на своем канале. Начался у нас уже последний месяц зимы, а это значит весна не за горами, и поэтому будем подготавливать нашу технику к полевым работам. Сегодня я для вас подготовил обзор рамки сцепления к тяжелому мотоблоку. Изначально хочу отметить, что идею эту всем нам подал всеми известный нами, кто имеет тяжелый мотоблок, это Владимир Козак или Владимир Козак. Я не знаю, как правильно его ударение. Все по его методу стали, ну практически все по его методу стали ставить эти рамки на мотоблоки, но я долго не ставил, так как знал, что буду вносить изменения. Но этой зимой я эти изменения внес и готовил для себя эту рамку сцепления, но только уже в своем варианте. немножко проще, в каком-то месте проще, в каком-то немножко сложнее. В общем, давайте сейчас перейдем к обзору, и я вам все покажу и расскажу, как у меня это все получилось. Ну а вам решать для себя, какая для вас идея лучше. Приступаем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну и давайте перейдем, собственно, к обзору. Как вы уже заметили, вот такая у меня получилась рамка. Вернее, другими словами, можно сказать не рамка, а полурамка, так как нижнюю часть я не ставил. Для чего я не поставил нижнюю перемычку? Для того, что я скорость включаю постоянно снизу, чтобы она мне не мешала для переключения передач. Поэтому я ее поставил, вернее, поэтому я ее и не ставил. Вот таким вот способом. Все легко и доступно, чтобы переключать передачи. Так, дальше. Цепочек. Владимир Казак установил цепочек сюда, который идет до выжимного подшипника. Я ее, получается, тоже не применял, а просто, вот как заметите, тягу, которая идет на выжимной подшипник, я напрямик подключил к этой рамке сцепления. Вот таким вот способом. Так, ну и сейчас покажу, как работает. Выжал, включил, отжал. И вот таким вот методом идет переключение передач. Так, здесь понятно. Дальше остается у нас рычаг заводской. Значит, по этому рычагу я его отключил. Вот, видите, здесь осталась только лишь возвратная пружина. И все, больше никаких функций. Так же самое можно переключать передачи с помощью этого рычага. Смотрите. Беру, нажимаю рычаг. Он упирается в рамку. И таким способом идет выжим сцепления. То есть, у меня так же все осталось, как и было из завода. Вот таким вот способом. Вот, так же самое, друзья, можно и фиксировать, если нам нужно, чтобы сцепление зафиксировалось. Этим рычагом идет фиксация сцепления. То есть, самой рамки. Давайте еще раз покажу вам. Оп, и зафиксировали. Так, дальше, друзья, дальше у меня рычаг тормоза. Тормоз у меня выведен отдельно, так как он у меня дисковый. И таким же самым способом. Рычаг нажимает на рамку. Тем самым выжимается сцепление. И идет торможение нашего мотоблока. Вот таким вот методом. Так же я уже доработал механизм сжатия самих колодок. Сейчас покажу вам с другого ракурса, чтобы было подробненько вам все видно. Как вы уже поняли, сама рамка упрощена. Плюсы ее. Снизу я не установил перемычку. Это дало нам легкий доступ к рычагу КПП. И второе. Я не ставил цепь, чтобы не было ничего лишнего. Ну, а из минусов это то, что весь этот механизм нужно подварить к нашему рулю. С помощью нашей сварочки. Всем, друзья, спасибо за просмотр. Кому понравилось, ставьте пальцы вверх. Пишите комментарии. Может еще есть у кого какие идеи. Оставайтесь здоровыми. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok